Выборы не за горами, выборы скоро. Политика у нас смешная, похожая на цирковые номера трюкачей и мошенников, наперсочников во всем мире. То есть политика такова везде, потому что она совершается одними руками. Они наверху руководят, а президенты и их чиновники, подопечные, подчиненные, они выполняют то, что им приказывают сверху. Кто приказывает, друзья? Есть, друзья, такая фишка, когда уже было такое, на самом деле уже было. А сейчас на Литовский форум заманивают сбежавших оппозиционеров. Конечно, они все тоже трусливые, каждый боится за свою жизнь. Поэтому сбежавших оппозиционеров заманивай, не заманивай. Нет, конечно, иногда бурлит что-то внутри, и хочется себя показать, что еще мы не списаны со счетов. И поедут таки, да, поедут. Литовский форум свободной России. Что там будет на этой свободной России? Будет ли она вообще объединение в группы? Свободная Россия, порабощенная, крепостная Россия, как ни назовите. Но все объединения в эти группы будут, ну, конечно, контролироваться спецслужбами. Никогда ни одно объединение не дадут работать в безнадзорном состоянии. Надзор будет за всем и вся. Литовские, ну да, потому что вроде как можно поехать. И это уже Запад, это уже Европа, Литва. А то, что там российские спецслужбы могут действовать, как у себя дома, ну, кто же в это поверит? В это поверить довольно-таки трудно, потому что все знают, вроде как Литва против, вроде как Литва самостоятельная, вроде как Литва и за Украину. А здесь россиян заманивают на форум. Ну, знаете, все советские республики остались советскими. Никогда не доверяйте никакой свободе, находясь в советских республиках. Ну, как вы можете доверять и думать, что все будет у вас? Да, на каком-то этапе все будет нормально. На каком-то этапе вас не схватят в Литве и не, друзья, и не вывезут для борьбы, вашей борьбы против нациков на фронте. Возможно, вы этого избежите, но вас возьмут на заметку. Вам представят какую-нибудь девушку, которая будет вас обволакивать со всех сторон и в кокон свой возьмет. И тогда вы посмотрите на жизнь другими глазами, глазами влюбленными и сексуально озабоченными парнями. Потому что такой сервис, как KGB, представляет в виде своих девчонок, вы, пожалуй, нигде не встретите. И чтобы вы знали, всеми такими организациями всегда руководят силовики. Могут стоять кто угодно во главе, и вы увидите какого-то парня, который бизнесмен и довольно-таки ловкий. Но на самом деле, чтобы организовать такую структуру из девушек сопровождения, необходимо получить одобрение от KGB. Необходимо получить какие-то, а там дальше уже какие-то это распоряжения посыпятся на головы тех, кто создает такие компании. Легкие, быстрые деньги. И там же секреты. А где есть секреты от богатых людей, они всегда контролируются. Но чем они контролируются, друзья? Вы же это понимаете, да? Чем контролируются? Службами. Службами безопасности России. Только это немножечко другое направление. Они для себя выгоду выискивают. Именно для себя. Не для страны. А страна это кто? Это тоже такая же частная лавочка. Частная организация. Поэтому они, в общем-то, стараются для себя. Они чуть-чуть больше знают, чем знаете вы. И они стараются для себя все сделать, чтобы только остаться при деньгах. А при деньгах можно, когда прищучишь такого изворотливого, какого-нибудь Либермана, который владеет такими девочками. А вот генеральный секретарь Антонио Гутерриш примет, друзья, участие в форуме в Казани. Только что Израиль сделал его персоной нон-грата, невъездным к себе. А вот в Казань-то он едет на саммит Брикс. И вот интересные такие просто вещи, чтобы вы понимали, как и с какой страной будут проблемы, друзья, там, где вы сейчас живете. Вы задаете мне вопросы. Конечно, я могу ответить каждому. Вопросы мои, но они, конечно, имеют свою цену, друзья. Бесплатно идите на другие каналы и там спрашивайте. Кому-то я отвечаю и бесплатно, кому-то за небольшую цену, а кому-то, в общем-то, назначаю средства. Да это не важно, друзья. Просто я в своих разговорах, если слушать все мои ролики, а Евгения выпускает два ролика, это точно, то вам, может быть, и не понадобится обращаться с вопросом. Вот смотрите, есть такая страна, Польша. По Польше тоже были вопросы. В случае захода польских войск на Западную Украину, белорусские войска окажут противодействие. То есть где белорусские войска окажут противодействие? В случае захода поляков в Украину Западную, Белоруссия окажет противодействие. Вот как хочешь это, так и понимай. Тегеран ударит по израильским НПЗ и газовым месторождениям, если Израиль атакует Иран. А он таки атакует, конечно. Не сейчас, пока он атакует Аливан. Пока туда летят большие ракеты, 200-килограммовые. Вот они летят-летят или на Израиль летят-летят. А вроде как и разрушений нет. Их что, не показывают эти разрушения? Значит, не показывают. Раз 500 ракет на Израиль выпущено и ничего не разрушили, то, друзья, здесь точно что-то такое скрывают, чего многие израильтяне просто не знают. Британская Daily Mail разводит панику из-за применения вооруженными силами России в кавычках «отца всех бомб» в зоне СВО. Ну, я не знаю, почему это паника или все-таки это естественные такие большие угрозы. Я так думаю, что это, конечно, большие угрозы. Применяет ли Россия эти бомбы или не применяет? Сахал нанес авиаудар по южной части Бейрута. А Тегеран в это время попросил Москву предоставить спутниковые карты, спутниковые данные в области спутниковой разведки. А вот дальше начинается смешной такой торг, что Саудовская Аравия может пойти на сговор и поддержку Израиля, если Трамп победит. То есть Израиль должен приложить все усилия к тому, чтобы победил Трамп. Ну, это простецким языком, да? И только после этого Саудовская Аравия поддержит Израиль. А речь-то идет о сделках, о военных сделках. И шейх Саудовской Аравии сказал, что если Трамп будет посредником в этой сделке, то тогда, конечно, он пойдет на эту сделку. Опять-таки, мани-мани-мани, бизнес и ничего более. То есть от того, что страдают люди, от того, что разорены и разбомблены многие дома, от того, что семьи разрушены, огромное количество детей убитых, то это все не важно. Важно, что будет ли бизнес между Арабским Востоком и Израилем, но через Трампа. Тогда и Израиль будет поддержан Ближним Востоком. А офис Зеленского передает, что уступки земельные, территориальные уступки от Украины России – это бред. Ну, так говорит Зеленский. Это информация о возможных территориальных уступках России – абсолютный бред. Офис главы Украины опроверг информацию о возможных территориальных уступках России в обмен на членство в НАТО и соответствующие гарантии безопасности. Подобные заявления были названы абсолютно бредовыми. Так говорит офис Зеленского. Конкретно так это звучит. Это бред. Нет такого разговора вообще. Никто на Западе официально явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы точно не допускали расширения или повторения войны. Они также выразили, это офис Зеленского, выразили недовольство тем, что Запад не дает им возможности бить, наносить удары по России более глубоко. То есть в Москву, я так понимаю, речь идет о Москве, речь идет о Сталинграде, Волгограде. Это дальнобойное оружие, которое пока Украине не разрешают применять. Так что же это за война, когда страна не может воевать собственными мозгами, а воюет под руководством других. Ну, марионетки мы знаем, что это такое, когда веревочки на пальцы привязываются и руководятся те куклы, которые привязаны к этим веревочкам. В Австрии на выборах выиграли правые. Они за фашистскую Россию. А в Германии прошел марш неонацистов, скандирующих лозунги времен Гитлера. Так пишет издание Bild. Пока на сегодняшний день неофашисты выступают против ЛГБТ. Они скандировали так. Геи все еще существуют, но нам поможет ВИЧ. Или другое. Германия, очнись. Последняя фраза была девизом штурмовиков НСДПА Гитлера. Как вы знаете, друзья. Поэтому вы можете представить себе, что вот эти партии сейчас неонацисты, да? Они возобновляются по всему миру. Причем в основном в Европе. Чем это грозит, друзья? Это грозит евреям из Израиля. Когда их сейчас начнут бомбить, то им некуда будет бежать. Европа будет вся против них. Вы понимаете, в чем дело, да? Мы с вами говорили ровно год назад на эту же самую тему. Я говорила о том, что некуда евреям будет бежать. И любая страна в Европе будет для них погибелью. В Англии, как вы помните, я напоминала вам, были нарисованы по стенам еврейские звезды. Еврейские звезды в еврейском квартале. Это расценили как угрозу. За этим рисованием якобы обнаружили сотрудников ФСБ. Их обвинили в том, что они занимаются этим. А вот в Лас-Вегасе, ну, смеются люди, политика смешная и безответственная. Они надули 13-метрового Трампа с обвисшим задом. Статуя, кстати, голого Трампа. Ну, из резины надутый Трамп. Но статуя голого Трампа. Это в Лас-Вегасе. Кто и зачем на огромном кране установил эту 13-метровую голую фигуру Трампа, неизвестно. Сегодня в Лас-Вегасе выступает Камала Харрис. То есть выступила, вероятно, уже. А новости об этом и, как бы, результаты мы услышим потом. Наверное, Трамп не догадался выставить Камалу Харрис в ее таком голом виде, да? А вот вероятнее всего, но мы только можем догадываться, что сторонники Камала Харрис могли это сделать. Но это лишь догадки. Официально никто не взял на себя этого голого Трампа. Но, однако же, 13-метровая фигура. Пойдите, сделайте ее. Надуйте, сделайте. И привезите экраном, поставьте. Это же большие деньги на самом деле. Но кому-то это интересно. Выборы не за горами. Выборы скоро. Политика у нас смешная, похожая на цирковые номера трюкачей и мошенников, наперсочников во всем мире. То есть политика такова везде. Потому что она совершается одними руками. Наверху руководят. А президенты и их чиновники, подопечные, под, скажем, подчиненные, они выполняют то, что им приказывают сверху. Кто приказывает, друзья? Я Таня Карасуба, Сеидбургхан. Сегодня у нас с вами 5 октября 2024 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok